А в четверг Владимир Путин улетел в Душанбе на саммит Шанхайской организации сотрудничества для России. Это важная встреча. Председательство перешло теперь к Москве. К тому же на фоне угроз Североатлантического блока ШОС становится иным центром силы. О планах организации наш корреспондент Михаил Терентьев. Саммит ШОС здесь встречают во второй раз. Впервые это было 8 лет назад и с тех пор многое изменилось. Душанбе теперь, цветущий сад, а уровень самой организации довели почти до идеала. Оценить ноу-хау этого саммита первыми смогли журналисты. Еще накануне открытия они обживали новенький пресс-центр. Сотни компьютеров, широкополосный интернет, возможность следить за ходом саммита онлайн. И главный бонус – знаменитое восточное гостеприимство. Всегда подходят люди и спрашивают, что-то нужно. Вот такого нет. Такого в основном, например, в некоторых местах. Мы бываем в разных странах, освещаем мероприятия президента, и не вези это. Впрочем, удивить смогли и президента. Площадкой форума стал дворец Кохинаврус. Это монументальное здание с национальной резьбой, богатым внутренним убранством. Стройка шла ударными темпами, а сдали – аккурат к началу всех мероприятий. Владимир Путин. Первые секунды саммита. Лидеры прибывают во дворец. Эксперты уже тогда замечают. Форум покажет небывалое единодушие взглядов. Вот и взгляды на моду у лидеров сошлись. На церемонии фотографирования президентские галстуки одного цвета. Выделяется разве что и Мамали Рахмон. Впрочем, ему позволительно, как хозяину саммита. В этом году Таджикистан – председатель Шанхайской организации сотрудничества. ШОС была основана 13 лет назад. Постоянными членами на сегодня являются 6 стран. Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Площадь общей территории больше 30 миллионов квадратных километров. Задача ШОС – укрепление дружбы между странами, совместное противодействие терроризму и, конечно, гуманитарные проекты. Уже в будущем году в состав ШОС могут войти Индия и Пакистан. Таким образом, суммарное население вырастет до 3 миллиардов человек. Тема расширения ШОС на юг стала основой первых выступлений. Мнениями обменивались долго, но в итоге решили процедуру принятия в семью надо упростить. Индия и Пакистан уже в будущем году смогут сделать шестерку ШОС восьмеркой. В первую очередь, это нужно самой ШОС, как считает ее лидер, потому что ее престиж на международной арене, как структуры, объединяющей чуть ли не половину человечества, значительную часть ресурсов, должно дать сигнал миру, что эта организация самая влиятельная, наверное, в мире после ООН. Кстати, под крыло ШОС дважды просился Ирану решение, пока отложено. В отношении исламского государства действуют международные санкции, а принять члена в обход решение ООН невозможно. У Ирана есть несколько иная ситуация, связанная с ее ядерной программой. Если в ноябре месяце будет положительно решена эта проблема, на международном уровне шестерки Ирана, то да, соответственно, санкции будут с ним сняты, и Иран также сможет претендовать открытый уже наступление в ШОС, к чему он дано стремится. Впрочем, пока иранский вопрос буксует, делегаты обсуждают тему интеграции. Ну а чтобы укрепить то, что уже есть, решили запустить ряд совместных проектов. Большие перспективы, на наш взгляд, имеет идея формирования общей транспортной системы Шанхайской организации сотрудничества, в том числе с использованием транзитного потенциала российской Транссибирской железной дороги, Байкало-Амурской магистрали, сопряженная с планами Китайской Народной Республики по развитию ШОЛКОВЫ ПУТИ. Уверен, такие масштабные проекты послужат интересом как участников нашей организации, так и других государств Евразии. Проект системы новых дорог и КПП уже назвали ШОЛКОВЫ ПУТЬ 2.0. Кто будет его финансировать, пока неизвестно. Но позитивный эффект для всех очевиден. Казахстанско-китайская граница, пропускной пункт. Простоять здесь на досмотре можно целую неделю. Как итог, поставщик платит неустойку, цена товара растет, да идет он до потребителя довольно долго. На двусторонней встрече глава Китая докладывает Путину. В скором времени ситуация изменится кардинальным образом. Все проекты, которые заложили ранее, начали реализовывать. Мы создали и правительственную китайско-российскую комиссию по инвестиционному сотрудничеству. Активно рассматриваем возможность строительства высокоскоростных железных дорог. Запущено сотрудничество по спутниконавигационным системам, которым вы лично уделяли большое внимание. Будущий шелковый путь 2.0 решит, пожалуй, главную задачу. Свяжет крупнейшего производителя Китая с крупнейшими потребителями, Европой и таможенным союзом. Кстати, будущее таможенного союза обсуждали и на саммите ШОС. Правда, говорили об этом в кулуарах и всего два президента. Нурсултан Назарбаев еще до саммита выражал обеспокоенность насчет европейских и американских санкций. Мол, это вредит единому экономическому пространству. Но в разговоре перед камерами Путин и Назарбаев вели себя спокойно. Ситуацию комментировали сдержанно. У меня в голову приходит такая крамольная мысль, согласно которой Украина-то никого не интересует. Она используется просто как инструмент для какой-то раскачки международных отношений. Те самые международные отношения, точнее кризис на Украине, обойтись страной не смогли и участники саммита. Впрочем, и само обсуждение прошло в закрытом режиме. После чего делегаты приняли эту шамбинскую декларацию. В ней все члены выступили за скорейшее восстановление мира на Донбассе. Предложенный президентом России пошаговый план регулирования конфликта стал важным документом на пути мирного разрешения кризиса. Призываем соблюдать букву этих документов. Надеемся, что добрая воля, конструктивные позиции сторон будет способствовать реализации конкретных шагов в рамках мирного протокола контактной группы. Впрочем, безопасности и в Центрально-Азиатском регионе посвятили основную часть расширенного заседания. Причина веская. В декабре этого года из Афганистана уходят миротворцы. Как итог, террористическая угроза и возможность появления нового наркотрафика. Необходимо удвоить наши совместные усилия по оказанию помощи этой стране, в том числе через систему ООН, активнее вовлекать ее в шоссовские проекты. Предложила также разработать специальную программу шосс для Афганистана, которая могла бы действовать вместо контактной группы шосс Афганистан. На практике это означает одно. Необходимо создать общие силы противодействия терроризму. Региональные структуры преобразуют, объединят. В итоге получится единый военизированный батальон быстрого реагирования. Пока это лишь мечты, но в этом проекте некоторые эксперты уже увидели параллели с НАТО. Мол, что создает аналог Североатлантического альянса. НАТО это безусловно военный блок. Это дополнение к политической воле, которую Запад навязывает остальному миру через другие организации. А Шосс изначально строилась как организация, ориентированная на развитие всех членов. Вообще военная компонента в рамках шанхайской организации сотрудничества очень невелика. Миссия успеть все оказалась выполнима. За неполный день работы делегаты подписали десяток документов, утвердили концепцию развития Шосс на предстоящие десятилетия, а также оставили место для интриги. В Душамбе участники саммита впервые заговорили о создании банка развития шанхайской организации сотрудничества. На эти цели и не только Китай готов дать 5 миллиардов долларов. Впрочем, обсуждать эти перспективы собираются в следующем году в Уфе. Россия соберет глав государства уже на правах председателя Шосс. Михаил Терентьев, Арман Демидов, Никита Кулаков, Федор Сухарников и Надежда Уткина. Вместе из Таджикистана. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова